привет друзья и мы снова на кухне сегодня мы готовим косулю вот такой шикарный кусок спина косулю мне досталось одного знакомого мы с ним познакомились на рыбалке виктор тебе привет отдельный он охотник на рыбалке познакомились мы с ним на севере норвегии также рецепт от виктора для этого нам понадобится вильгельюрц то есть приправа до дичи чеснок оливковое масло соль но и сама же косуля спинка косули будет готовиться двумя этапами сегодня и завтра погнали итак друзья первым делом нам нужно этот кусочек обработать и немножко снять пленочку как вы это сделаете это уже дело ваше обдирайте обрезайте постарайтесь избавиться от этой пленки все делают по разному кто-то тянет оттягивает я этого еще не делал пробую сам первый раз чем чище будет мясо тем будет лучше вот так выглядит теперь наш кусочек мясо нежнейшее косуля очень мало было весна этого 23 года построили ее буквально вот недавно кусочек мяса теперь нам салфетки и немножко надо ее салфетками убрать влагу мясо нежирное гиетическое мы будем готовить жаркое с этого мяса поэтому сегодня нам надо только будет мясо замариновать и дать ему холодильнике ночь настояться завтра будем продолжать чашечку я будем мариновать и кидаем наш кусочек первым делом нам надо мясо посолить солим немного так как приправа тоже соленая и будем при готовке также мы посолить хорошо растираем вот так она прекрасно сегодня смотрите уже вы положили сковородочку следующем то что будет это будет идти приправа все делается на глаз приправы также можем будет добавить при жарке при тушении мясо будет и обжариваться и тушиться втираем какой запах стоит следующее то что мы сделаем мы надавим чеснока я взял для этого кусочка здесь кусочек где-то грамм на 700 800 я взял три зубка нет это немного так как чеснок при зажарке будут все равно убираться весь так как он будет пригорать иначе можете мелко нарезать но при выжимании он по крайней мере дает сок ну и польем оливковым маслом и теперь все это надо очень хорошо растереть чеснок масло втереть мясо чеснок в сочетании с маслом дает такой запах на этом этапе мы не добавляем перец в принципе больше ничего нам делать не надо нам надо только замариновать скрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь ну или же больше да и будем завтра вечером готовить получается у нас пройдет почти сутки вот наш маринад готов для запаха мы также еще кинем пару веточек розмарина розмарин также понадобится нам на этапе готовки ну и сейчас он не помешает оставляем это мясо в холодильнике и встретимся с вами завтра для нас пройдет 18 часов для вас секунда друзья прошло 16 часов наше мясо замариновалось выглядит шикарнейший запах шикарнейший и мы переходим к второму этапу готовки для этого нам понадобится чернослив морковь лук груша перец горошек будем молодцами вино красное и приправа на дичи погнали теперь первым делом мы разогреем включим плиту добавим немножко масла оливкового немного так как масло добавляли мясо и дадим плите разогреться пока плита разогревается наш кусочек мяса надо попробовать очистить от чеснока от всевозможных крупинок перца и все что было у нас в маринаде так как это будет подгорать и чернеть смотрите как шикарно выглядит мясо жаль что камера не может передать этого запаха я повторюсь косуля была молодая ну что наша сковорода нагрелась и мы обжариваем мясо до золотистой корочки и все 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 Поначалу жар должен быть сильным, провода должна быть нагрета. Пока мясо обжаривается, мы приготовим 3 четвертых стакана красного вина. Этого должно хватить. Мясо принимает нужного нам цвета. Какой стоит запах. Вы не представляете. Я думаю, это осталось. И теперь очень осторожно вливаем вино. Дадим 3 минуты на полном огне. Вину прокипеть. Так, чтобы выкипел весь алкоголь. Можно немножко убавить уже. Теперь можно замяться овощами. Морковку мы просто почистили в две части. Укладываем морковочку. Также лучок. Смотря какой у вас размерами лук. У меня большая луковица. В принципе, хватит пол луковицы. Разрезаем ее на две половинки. Также выкладываем ее сюда. И груша. Груша. Груша это обязательный элемент. Груша огромнейшая. Поэтому мне хватит здесь. Одно четвертой груши. Я также выразрежу пополам. Ручим на слив. Наливаем все это водой. И оставляем на медленном огне. Тушиться полтора часа. Час сорок пять. Друзья, прошел ровно час. И первое, что мы сделаем. Мы попробуем наш бульончик. Там, где она тушилась. На соль. Так как соль мы добавляли только в маринад. И нам сказали, что придется подсолить. Подперчить. И добавить специи. Запах стоит шикарнейший. Да, я бы посолил бы немножко. Главное не пересолить. Совсем немножко. Соль морская. Не йодовая. Не с йодом. Этого хватит. Много не надо. Далее мы поперчим. Немножко добавим еще. Приправы для дичи. Много не надо. Пару веточек розмарина. Ну и для пикантности мы маленький перчик чили сюда положим еще. Теперь мы это мясо перевернем. И оставляем тушиться еще на 45 минут. Прошло 45 минут очередных. Мы выключаем нашу печь. И достаем мясо. Запах стоит шикарный. Мясо от костей отходит. Друзья, ну это не все. Мясо в тарелочку отбежалось. И все вот это мы не выливаем. Все это процедить нам надо. Сейчас будет через дуршлаг. Ставим ту же сковородку, ставим мы на нашу плиту, которая почему-то не включается. И выливаем жидкость, которым процеживали, опять сковороду. Доводим его до кипения. Сейчас он здесь, скоро быстро зайдет. Перед этим мы приготовили крахмал. Половину чайной ложечки размешали с водой. И добавим это туда. Это будет наш соус. Все это мы добавляем туда. И перемешиваем. Дадим 3 минутки покипеть. Наш соус закипел. И мы видим даже на глазах, как он начинает загустевать. Можно немножко убавить. Друзья, наш соус готов. И теперь займемся мы нашим мясом. Мы его сейчас разделаем. Мясо почти отходит от костей. К мясу мы приготовили рис. И вы можете также картошку приготовить. Лапшу, шпагетти, нудель. Кто что пожелает. Друзья, наш соус загустел. И пришло время подавать. Аромат стоит шикарнейший. Повторюсь. И вот, друзья, что у нас получилось. Наша тушеная косуля. С красным вином и черносливом. Кушайте вкусно. Кушайте много. Готовьте, не бойтесь. Запах стоит. Повторюсь опять. Шикарнейший. Нам и желаю приятного аппетита. А вам приятных просмотров. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписка. До встречи.